Цифры красного террора в годы Гражданской войны, цифры колеблются от десятков тысяч до десятков миллионов. Если теоретическая возможность их посчитать, и сразу вопрос Фондана, значит, от него же, от Кузьмаса, справедливо ли считать, что террор времен Сталина был более гуманным, чем во времена Гражданской войны, даже на пике в 37-38 годах. Были созданы адвокатура, прокуратура, все дела, даже процессы троек документировались, была теоретическая возможность эпиляции. Вот про красный террор спрашиваю. Знаете, насчет количества жертв, вообще, что такое красный террор, понятия у публики нету. Мне несколько раз приходилось с этим выступать, вообще слово террор, его употребляют в очень широком смысле, понимаете? Вот сталинский террор, понимаете, не вполне, что такое террор в том смысле, в каком мы вкладываем в понятие красный террор. Красный террор – это не жестокость гражданской войны, это не расстрелы пленных, это не истребление без суда своих политических противников. Это разный, поэтому говорю, вот там был белый террор, был красный террор, ничего подобного. Красный террор, вот то, что вот это явление, которое имело место в годы гражданской войны, это прежде всего определенная социальная политика, политика стратоцида, понимаете? А вовсе не вот какие-то нежестокости там при подавлении восстаний и прочее. Естественно, что, значит, в годы гражданской войны жестоко подавлялись крестьянские восстания, я думаю, что и расстреливались масса людей, как нелояльных, да? Вот, количество жертв посчитать его очень трудно, прежде всего потому, что, ну, не совсем понятно, кого, какие категории жертв сюда включать. Ну, допустим, мы знаем, что были сотни восстаний там против большевиков в центральной там части, да? Которые, ну, подавлялись довольно жестоко, и никто не считал просто людей, которых при этом... Вот, количество расстрелянных, ну, приблизительно посчитать можно, но только очень приблизительно. Вот, это, в общем, речь идет о сотнях тысяч человек, конечно, о сотнях тысяч. Не о тысячах и не о десятках тысяч, а именно о сотнях тысяч, поскольку, хорошо известно, что только в некоторых местах, там, типа, в Крыму или на севере, в Северной области, вокруг Ахангельска и прочее, были расстреляны несколько десятков тысяч в каждом случае. Вот, то есть, в общем, ну, очень, так сказать, приблизительно можно прикинуть число расстрелянных вот по, ну, людей, которых просто надо было расстрелять, потому что они считались чуждыми элементами, да? Вот, если прибавить к этому жертв, вот, восстаний против большевиков, то, да, дойдет до, там, миллионов, двух, трех миллионов, ну, точно совершенно дойдет, понимаете? Не десятки, конечно, миллионов, но несколько миллионов, это несколько миллионов уже, да. Вот, то есть, что касается количества жертв. Что касается, значит, понимаете, Сталинского, тут сравнений никаких нет. Вот, что такое террор в этом смысле, как определенная политика? Это, прежде всего, постановка вопроса, допустим, как ставился вопрос. Вас, вообще-то, в принципе, надо убить, потому что вы, там, являетесь, там, священником, там, буржуем, там, ну, в общем, всяким другим нехорошим элементом. Но, если вы будете честно служить, тогда мы вас, может быть, и не расстреляем, понимаете? То есть, вот, это постановка определенного рода. То есть, и это работало, да, поэтому очень масса народу из этих категорий подрастрельных пошла на службу большевикам и честно им служила. Да, совершенно верно. Вот. Но при Сталине такой постановки не было. Наоборот, все те, кто репрессировался при Сталине из, значит, вот, так сказать, значит, госслужащих и прочее, они считали себя невиновными. Они удивлялись, почему их, понимаете? То есть, не было такой, то есть, наоборот, была установка, что репрессия осуществляется против врагов. Люди, поскольку они знали, а мы-то не враги, чего нам бояться, понимаете? Они и не боялись. Вот. То есть, это совершенно разная постановка вопроса. При Сталине имела места просто, значит, сознательная чистка, значит, социума от потенциально неблагонадежных элементов, причем уже всякого, это не был стратоцит, а всякого вообще рода. Это имело политическую окрасу. А в годы гражданской войны это имело прежде всего социальный окрас. То есть, это была просто политика стратоцита. Поэтому тут сравнивать нельзя. Террор, понимаете, вот люди, которые так говорят, ну, для них террор – это всякие репрессии вообще. Но репрессии же, понимаете, они же совершенно разные по своей природе. Вот. Так что... Единственное, что хочу заметить, страто... Ну, страто – это буквально с латинского слоя, стратоцит – это имеется в виду уничтожение социального слоя. Ну, вот как геноцит. Да, определенное уничтожение, если геноцит – это уничтожение по национальному принципу, стратоцит – уничтожение каких-то социальных групп определенных. Вот. Это была именно такая политика, потому что они, собственно, и не стеснялись об этом тогда говорить, что мы не уничтожаем, не ведем политической борьбы. Мы уничтожаем буржуазию как класс. Под буржуазией понимались, соответственно, и все, так сказать, все интеллигенции, чиновники, там, офицеры, священники и прочее. Вот. Там люди, которые это осуществляли, они так прямо и говорили, что не ищите в деле доказательств. Вы должны его спросить, какого он происхождения, какое у него образование, какая у него профессия. Эти вопросы и должны решить, учить обменяемого. Понимаете, тогда этого совершенно никто не стеснялся. То есть, это было в таком совершенно явном виде все выражено. Что вот, в принципе, эти люди, их надо уничтожить, но вот если они будут честно служить, тогда подождем. А при Сталине, так сказать, публика истреблялась совершенно уверенная в том, что она ни в чем не виновата. И наоборот, она там вполне лояльна и прочее. Это совершенно разные вещи, просто сравнивать нельзя. Так.